Всего за год своего правления Зеленский сумел превзойти Петра Порошенко. Президент Украины подписал дискриминационный указ о продлении запрета на российские информационные ресурсы, программы и социальные сети, который был введен год назад его тогдашним соперником Порошенко. Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс, Антивирус Касперского, бухгалтерская программа Одинс, российские телеканалы, новостные сайты и многие другие популярные сетевые ресурсы останутся заблокированными, несмотря на то, что во время выборов «Слуга народа» сам указывал на неэффективность сетевой цензуры. И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это прекрасно знаете, украинцы его обходят, говорил он тогда в интервью. Конечно, Зеленский прекрасно осознавал, что это принесет ему дополнительные очки в глазах измученных безумной запретительной политикой избирателей, наивно надеявшихся на прекращение конфронтационной политики Петра Порошенко. А теперь цинично обманул их в надежде понравиться агрессивным националистам. Впрочем, Зеленский пошел еще дальше своего предшественника. Подписанный им санкционный список попали всемирно известные музеи, научные институты и университеты, Государственный музей Эрмитаж, Московский государственный университет имени Ломоносова, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийская организация Русское географическое общество, Институт археологии Российской академии наук, Институт истории материальной культуры, Институт востоковедения и целый ряд других подобных структур, которые явно угрожают национальной безопасности Украины. Хотя это наглядно продемонстрировало всем полную неадекватность обитателей офиса на улице Банковой, когда наконец объявят вражеской лженаукой и запретят математику, физику, химию, биологию. Интересуется у властей блогер Яна Степанова, проводя прозрачные параллели между украинскими реалиями и тоталитарными временами. Запрет социальных сетей является в этом смысле особенно знаковым, учитывая тот факт, что Владимир Зеленский обещает украинцам перевести их отношения с чиновниками в виртуальный режим, рекламируя концепцию государства в кармане. За год в этом не было достигнуто никаких заметных успехов, в Украине даже не заработал аналог давно функционирующего в России портала государственных услуг, а с трудом внедряемая платформа ДИЯ могла стать причиной массовой утечки персональных данных. Но зато власти умеют воевать с неугодными сайтами и соцсетями, потому что цензура – это единственная сфера, где они демонстрируют в постмайдановские времена выдающиеся успехи. Друзья, помогите понять, как у одной политической команды может одновременно уживаться в голове две противоположных идеи – цифровая диджитализация с Министерством цифровой трансформации и запрет на пользование социальными сетями, которые можно ровно в течение одной минуты обойти, иронически написал об этой политической шизофрении юрист Андрей Портнов. Впрочем, борьба с чужими музеями, вузами, научными обществами и исследовательскими институтами открывает еще более широкое поле для иронических комментариев. Учитывая плачевное состояние украинской науки и культуры, Зеленскому стоило бы озаботиться развитием и поддержкой собственной научной базы, университетов и галерей. Но на это всегда нет денег. Как сообщили в профсоюзе Академии наук Украины, расходы на одного украинского ученого в 18 раз ниже, чем в Бразилии, в 34 раза ниже, чем в Южной Корее, и в 70 раз ниже, чем в США. Ежегодные расходы на одного ученого в среднем составляют в мире 190 тысяч 400 долларов. В Евросоюзе эта сумма достигает 163 тысяч 400 долларов. В бедных странах Африки она падает до 106 тысяч 100 долларов. В Украине она ниже всех 9 тысяч 300 долларов в год. Что же касается украинских музеев, большая часть их находится в состоянии хронического упадка, а их экспозиции нередко расхищаются в интересах богатых частных коллекционеров. Санкции против Эрмитажа и музея имени Пушкина только подчеркивают это печальное положение дел, указывая на культурную нищету националистических политиков. А главное, после них так и подмывает спросить, бывал ли хоть раз в их залах сам Владимир Зеленский. Или его гастроли в РФ ограничивались посещением фуршетов и клубов. Своим отношением к политике предательства Украины поделился сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа» «За жизнь» Вадим Рабинович. Действительно, на прошлой неделе новой власти удалось то, что не удавалось Порошенко запретить Эрмитаж, музей Пушкина и все такое близко к нему лежащее. Теперь каждый человек, например, какая-то собственность Эрмитажа должна быть конфискована. То есть мы с вами уже навсегда лишаемся, например, выставок или просто понимания того, что это такое. Но это, наверное, и правильно. Потому что рабы не должны ходить по музеям, рабы должны пахать, пахать на вот эту власть уже вновь новую. И я сегодня на совете поздравил Петра Алексеевича Порошенко с тем, что он восписал себе достойную смену. Называлась она, правда, себя на выборах иначе, но оказалась еще круче Порошенко. Никаких иллюзий больше не существует. Нет иллюзий больше о мире. Понятно, что никакому миру они не придут. Год разбил эти иллюзии. Не будет никакого экономического процветания. Эпоха бедности закончилась. Может быть, но начинается эпоха беспросветной бедности. Поэтому что я хочу вам сказать? Наверное, надо заканчивать с иллюзиями. Надо заканчивать с розовыми мечтами. Возвращаться на прагматичную жесткую землю и понимать, что дальше мы так не выдержим. Нужны альянсы всех политических сил по спасению страны от вот этого, что происходит. Другое дело, с кем это делать? Понимают по-человечески, что и не с кем, но пробовать надо, потому что выхода нет. То, что сегодня креативные идеи по уничтожению страны, да, они работают. Все остальное не работает. А сегодня откройте глаза и увидьте. Власть ничего не делает и не собирается делать для людей. Власть ничего не делает, только продолжает врать. Поэтому, ну что вам сказать? Без Эрмитажа, да. Мы без музея Пушкина, да. Без какой-то культуры, да. Зато с учебниками, где рассказывают, что все французы, немцы, евреи, китайцы все произошли из Галиции. И Галиция это царь земли там и всему. И я сегодня рассказывал, просто для вас повторю. Вот этот вот профессор, который восьмого класса учебник нашим детям теперь написал, он же еще добавил, что надо спаривать экологически чистых украинских женщин и мужчин для создания новой чистой расы. И давать им отдельные коттеджи. Вот это все преподает Могилянской академии. Вот это все называется нашим профессором. Это все преподают нашим детям. И это Украина сегодня. Украина уже новая зеленая Украина. Вот я не думаю, что мы такое верили и думали, что такое будет. Поэтому еще раз говорю, Порошенко отдыхает. Он, наверное, смотрит и думает, а разве так можно было? Можно было, Петр Алексеевич. У нас, оказывается, можно все. Оценивая год президентства Зеленского, рано оценивает год, еще два дня. Мало ли, что за них произойдет. У них такое за час происходит, что неизвестно. Но я думаю, что вот последний указ Зеленского, который запрещает нам Эрмитаж, музей Пушкина, это круто. Это креативно. Это неожиданно. Я вам скажу, что даже я не ожидал этого от них. То есть я знал, что они все могут. Но до такой степени креативности, я думаю, что действительно, наверное, за год все-таки развивается креативное мышление. Точно так же, как и сайты, которые я напоминаю, что год назад я читал сам нашего нынешнего президента. Он написал, что прежде, чем закрывать сайты, надо обязательно было посоветоваться с народом. Все остальное он не принимает. То, что они забыли это сделать в этом году, ну бывает. Ну, слушайте, занятый человек. Он же не может всем заниматься. Забыл посоветоваться. Они и закон забыли принять на народовласти. Они все это забыли пока. А что касается оценки года, ну давайте два дня подождем. Я думаю, что я буду иметь возможность подвести итоги, если вы пригласите меня на ваш канал. Я с удовольствием подведу итоги года президента Зеленского. Я готовлюсь к этой передаче. У меня материалов очень много. Я взял всю программу Зеленского по пунктам. И мы хочу, чтобы все вместе, всей страной прошли эти там хотя бы 15 пунктов. И ответили себе на вопрос. Где мы живем и куда мы идем? Оценивать чужую работу мы не будем. Мы скажем про себя, куда мы пришли. И посмотрим, что произошло. А вы, пожалуйста, дорогие друзья, возьмите сейчас, для того, чтобы оценивать или не оценивать, возьмите в интернете, где там у вас есть, поищите. Сегодня доступно программу президента Зеленского и программу «Слуг народа», с которой они шли на выборы и победили. Прочитайте эту программу и поплачем вместе. Спасибо большое. Патриотические преступники остаются безнаказанными даже после совершения особо тяжких преступлений. До такой степени, что сегодня в Украине объявили о подозрении покойному одесситу, которого зарезал два года назад ультраправый Сергей Стерненко, до сих пор пребывающий на свободе. Хуже всего то, что это безумие выказывает полную недоговороспособность украинского руководства. Можно ли всерьез говорить о каком-то диалоге и компромиссе, о национальном примирении, которое тоже обещал когда-то Владимир Зеленский, если власти устраивают крестовый поход против соцсетей, антивирусных программ, поисковиков, музеев и институтов? Какой сигнал подается этим другой стороне и на какие ответные действия рассчитывают в офисе президента? Или это очередное свидетельство о том, что там желают бесконечного продолжения конфронтации и войны? Увы, это риторические вопросы. Сегодня очевидно, что политика слуг народ послушно плетется в фарватере националистического курса Петра Порошенко, который, к слову, отечески похвалил своего преемника за продление запретов и санкций. Они отстаивают одну общую линию политического класса, сформированного по итогам Евромайдана. И это еще принесет нам немало ярких сюжетов. Того и гляди, московский цирк под санкционную политику подведут. Нет особого смысла обсуждать решение Зеленского продлить, введенный решением Порошенко запрет на ВКонтакте, Яндекс и тому подобное. Смысл бы был, если бы это было что-то экстраординарное для Зеленского. А так он просто в очередной раз в точности продолжает политику Порошенко. Поэтому я и говорю, Зеленский это Порошенко в том смысле, что первый срок Зеленского по факту стал вторым сроком Порошенко. С той только разницей, что Порошенко еще мог фантазировать на тему того, что его политика пользуется поддержкой народа. Зеленский же самим фактом своей победы доказал, поддержкой пользуется политика, ровно противоположная их с Порошенко. И то, что он сегодня делает, ровно противоположно тому, за что голосовали его избиратели весной 2019 года. Он еще Томас из широких штанин достанет под конец, вот увидите, предупреждает одесский журналист Юрий Ткачев. Остается лишь посмотреть, как отреагируют на происходящее те самые использованные и обманутые украинские избиратели.